мы отправляемся в 3000 км сегодня мы едем до казани это будет дорога на море едем на море на машине как многие хотят я знаю что многие об этом думают и мы сегодня завтра послезавтра попробуем это дело и узнаем насколько это сложно буду ехать я один один водитель конечно несколько водителей было бы вообще неплохо а вот один это будет тяжеловато посмотрим в общем все едем в казань вот и все друзья выехали мы из города и сейчас предстоит долгий-долгий-долгий путь по трассе наша задача доехать до моря получается в первую очередь тимашевска а так в принципе мы потом поедем в краснодар в сочи геленджик мы проедем по всей вот этой косе посмотрим везде как что наш русский юг в общем едем и таки коровки коровки переходят все нормально там пастух их пасет сделали остановочку в твоем настенька пасит тоже ооо ооо я подвигаюсь я так устал машину состояние быстрее все было нормально все вроде нормально этих кустиках сидеть сидеть обалдеть муравейник муравейник все вообще их до хера их их вообще здесь реально очень много ну чё жива выгребай я прям муравейник сама вот и началась друзья дорога наша русская легендарная просто от скоблятская дорога я бы сказал просто дыры закиданы камнями обычными знаете вот такие вот примерно дыры и вот так вот камни в них но здесь еще качественно сделано только что мы проезжали там было вообще даже не качественно в общем лте а дороги какашка просто лте есть дорог нет да ты здесь раша мазафака маломужский район это кировская область в общем через этот район нахрен вообще любыми объездными там все мы приехали в казань нам посоветовали доброе кафе доброе столовое а на улице а на улице да что мы случайно заехали вообще вот это какой-то паркинг вообще не понимаем где мы сейчас находимся не знаем что рядом это столовая сейчас будем пытаться туда идти вот стыдя может что местные понимают что здесь происходит но мы пока вообще ничего не понимаем ваша Настя в казани блин поесть почти именно в добрую столовую нам блин сказали надо идти вот мы идем Настя уже вся сырая пошли обратно не повезло с погодой блин вообще вот мы ехали все была хорошая погода а сейчас как резко говни все стало доброе столовое здесь народу просто до черта потому что они прячутся от дождя вот как красиво только дождь идет и вообще не очень из-за этого все строение испортилось и мы хотим есть а так хотели попрогуляться немножечко по казани я вижу цирк я вижу кремль казанский я вижу центральный стадион все все видел поехали вот мы и поели доброй столовой что-то нам обещали что 70 рублей будет выйдет чек но у нас получилось 300 как и дома короче даже дома лучше и вкуснее ой обманщики изначально мы хотели ехать через Псков ой Пензу но короче мы лоханулись в принципе как и сейчас когда ехали мы поехали через более короткий путь но на этом пути была дорога которую вы все уже прекрасно знаете которая у меня бомбила колоссально а сейчас короче через Пензу оказывается нам тоже путь проложен был через какие-то паромы в общем придется сейчас менять путь и мы едем в другой город и сейчас мы даже еще не знаем в какой город мы едем понимаете людьми добрые то есть у нас задача доехать до Тимошевска но сегодня у нас задача хотя бы получается наверно до Саратова доехать до сколько километров получается приблизительно одна третья пути нам как раз короче мы сегодня едем в Саратов друзья в общем сейчас поедем на пароме первый раз в жизни я выеду на пароме блин на машине я не знаю сколько интересно паром едет я успею поспать на нем кстати да может вообще успеешь я же хотел поспать а у нас как раз паром так прикольно тут яхты все стоят а там еще мне еще понравилось там получается остров и на острове дом как-то так сделали да прикольно страшно пиздец вообще тут как-то все так Сюда, говорит, вставай. Вставай, сказал. Все. Ну, конечно, нам ничего не видно. Я думала, мы посмотрим. Сейчас выйдешь, там все выходят. Ладно. Машка спит. Поехали дальше. Ульяновск. Всем привет. Если кто-то из Ульяновска, приезжай обрядом с вами. Пишите в комментарии. До Саратова, 449 километров. Ульяновск, пока. Круговое движение, второй съезд. Зарядочка. Пошел. И опа. Бурпи, бурпи давай. Все, пописькал. Пописькал, можно дальше ехать. Опа, опа, опочки. До Саратова мы не доедем, потому что уже темнеет, и мы боимся. Так что поедем до Сызрани, и там остановимся. Что, тихики не видно? Нет. Сладкий, господи. В общем, доехали мы еле как, ну как еле как, нормально доехали до Саранск, просто очень темно стало. Либо, подожди, какой Саранск? Сызрани. Сызрани. Я уже запутался с этими городами, мы то туда собираемся ехать, то сюда. В целом, как вы видели, дорога неплохая, единственное, что наказание я затупил, и поехал на Казань, короче, через какие-то пути непонятные. Покатились на пароме, это было очень прикольно. Что тебе Насте понравилось? Мне порол, и сейчас мне понравилось, то, что мы отдыхаем. У нас, кстати, даже отель не такой, ничего себе, нормально. В общем, мы сделали задачу минимум сегодня, мы доехали хотя бы до Казани, я вообще изначально до Казани доеду, уже молодец. Но мы доехали еще чуть-чуть подальше, грубо говоря, ну как чуть-чуть, нормально подальше. Друзья, первый день закончился, это было сложно, я устал нереально. Мои шары, я не знаю, видно нет. Некрасные вообще. В общем, всем, друзья, всего доброго, спокойной ночи. Мы... Блин, ничего монтировать, е-мое. Давайте, всем спокойной ночи. Пока. Доброе утро, друзья. Все, мы уже выходим из номера. Сегодня предстоит огромный путь времени 5 или 6 утра. 6 утра. 6 утра. Ай, ну выспались, ты выспался? Да. Ну все, сейчас будем пойти. В общем, нам сегодня нужно проехать еще 1300 километров. Жили мы в этом отеле. Кстати, неплохой отель на самом деле. Все чистенько, красивенько. Дороговато, правда, слегка, но... из-за того, как по-людски все. Мощь, чем-нибудь. Да. Да, сейчас проверяем жидкости. Чтоб все всегда было на месте. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Мы только сейчас подъезжаем. Саратову. Подсолнухи. Подсолнухи. Это сразу же лето, да? Да. Сразу же юг. В общем, дорога идеальная. Все хорошо. Здесь уже, видимо, все подшинили в начале лета еще. И сейчас здесь все отлично. Едешь спокойно. Постоянно по две полосы попадаются. То есть сюда можно обогнать, не торопясь. Правда, демьево дофига. Полков ДПС почти не стоит. Но если стоят, то они вообще факают почти всех там. На скорость. Нас не факили. Едем в Волгоградской области. Немножко уже залипалого. Но нас спасают только они, русские треки. Короче, остановились маленько. Сами устали. Машина, мне кажется, уже устала. Постоим в теньке. Потому что на улице плюс 40 градусов. В теньке, а в теньке? Ну, хотя бы какой-то тенек, я не знаю. Еще лобовуху надо промыть. А то тут столько этих убитых животных. Фух. Плюс 40 градусов. Жара нереальная. Я не знаю вообще, блин. Днем ездить на юге это очень сложно. Уже жарко нереально. Уже чувствуется солнце. Просто вообще настоящее. Ну, жуткое солнце. Я не представляю, как на постоянке жить с 40 градусным теплом. Сейчас плюс 38 нравится. Это жесть просто. Спасаемся от солнца. Все, уже не могу. Давай зажмем. Никогда мы не будем рядом. О, ребята. Времени сколько у нас? 8 часов. Уже темно на юге. И у меня типа какой-то вообще залупенская, если честно, трассе. Трасса, где ничего не освещается, где уже как бы, ну, темнеет. И это очень страшно, потому что ехать нам еще 6 часов. Мы не знаем, то ли это будет такая трасса до конца, то ли нет. В общем, мы переживаем. Еще когда мы увидели здесь надпись, что здесь могут быть грабежи, будьте осторожны. Мы вообще боимся. Да, Паша? Все будет хорошо. Мы доедем. Вот пьем энергетики, чтобы не уснуть, чтобы все было нормально. Фу. Жесткая ночка просто. Ой, ребята. Время просто 10 часов, а только чувство, что ночь. И мы с Пашей не знаем, как ехать вот в такую темень просто. Где-то хотим остановиться поспать, но тут вообще непонятно. Короче, не вывезли мы в ночь ехать, потому что нам еще осталось 4 минимум часа. И как-то опасно. В общем, нас здесь приютили. Там везде как будто этот мини-городочек. Тут какой-то кидалово вообще. Здесь что-то бабки там, какие-то мужики стоят. В общем, здесь вроде нормально, но сядем. Я сейчас посплю до расцвета и завтра уже поедем. Надеюсь, вам виден восход солнца. Вот я грязненькое стекло снимаю. Паша не разрешила остановить. Так красиво. А мы выжили эту ночь. О, вообще пополам я там спал сзади. Настя спереди вообще не спала мужская, да? Я не спала, я охраняла Пашу. Охраняла всех, кто спал рядом. Потому что я боялась за свою жизнь. Потому что я думала, сейчас на улице будет, и все. Я такая помятая прям, фу, вообще. Пашка тоже такой пополаме, реально. У парня глаза красные, у терминатора у меня. А-а-а, не знаю. Хотим ли бы мы еще когда-нибудь ехать на море, на машине? Это, конечно, вообще адски. Адски неудобно. Особенно, когда Яндекс.Навигатор показывает тебе не ту дорогу, через которую ты хотела ехать. Такой поменял беспалево такой. И мы поехали вот по какой-то фигне непонятной. Едем таки, едем. Пацан их мой. Афаня, иди, Каня. Ну, конечно, я такая чмарка. Ну, иди, иди. О, друзья, короче, рано утром выехали, зато уже отъезжаем. Мы пацан мохи. Никогда не видел, никогда не видел вблизи подсолнух. Какой огромный. Как я. 164. И две Васечки. Уже 30 градусов тепла, вы понимаете? 7.30 утра, 30 градусов тепла. Идем будет плюс 40. Любая вот эта вот резечка, любая, хоть что сейчас будет, просто фантазией, будет просто кипяточком, будет просто кайф. Паша, наверное, молитву тут 255 раз прочитал и перекрестился тоже 255 раз, пока ехал. На всякий случай. На всякий случай, да. Да, потому что, в первую очередь, нужно рассчитывать на себя, на свою внимательность и так далее. Но иногда удачи не нужны. Так что, ладно. Все, мы приехали, наконец-то. Это было увлекательное путешествие, я бы даже сказал. Нет. Это было трудное путешествие и больше мы не хотели путешествовать на машине. Влад сейчас продаем машины здесь и едем на самолете дальше. Средний расход получился порядка 6 литров, если быть точно 6,1. Доехали нормально, дороги в целом хорошие, как я говорил. Единственное, что доказание, мы, получается, ехали неправильно, не по той дороге. Но это наша ошибка, мы сами закупили там. Это навигатор еще. Мы выбрали какую-то там через деревню, непонятно что. Не знали. В остальном все было замечательно. Да, только жарко очень, сейчас прям купаться. А как мы будем уже купаться и так далее, вы увидите в Эвриде-влоге, который мы будем сейчас вести, пока мы здесь находимся. Наша задача посетить все места, которые около моря находятся. То есть Анапа, Топсет, Адлер, Геленджик. В общем, мы побываем везде, посмотрим, где лучше. Выскажем свое мнение, покажем вам на видео. Это уже будет в Эвриде-влоге, который будет также идти сейчас. А это видео скачивается. Спасибо вам, что вы смотрели. Мы устали, отдыхаем и начинаем кайфовать, наконец-то отдыхать. Потому что пока что отдыха не было никакого. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok